Всем здравствуйте! Меня зовут Евгения Темникова, я являюсь тренером клуба 100% и сегодня проведу для вас урок по стречу. Приступим! Мы с вами становимся боком, ровно нашли край коврика. И сейчас мы плавно будем делать кивок головой вниз и опускать наши руки к стопу. Как только вы коснулись пола либо ладонью, либо вашими пальцами, мы продолжаем руками идти вперед. И отсюда мы доходим руками до второго края ковра, ноги ставим широко и у нас с вами получилась поза собака мордой вниз. И здесь наша цель руками толкнуть ковер вперед, а пятками врасти в коврик. И получился треугольник. И нам нужно во все углы треугольника начать вытягиваться. Руки толкают вперед, пятки толкают ковер назад, а попчик вытягивается наверх. И сейчас мы постоим так, давайте, 10 счетов. 1, 2, и вытягиваемся обязательно. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сейчас мы делаем шаг правой ногой на упражнение голода. Мы садимся так, и наше правое ведро остается открыто. Здесь главная цель, чтобы правое колено смотрело не четко вперед, а немного в диагональ, в сторону. И нам нужно обязательно проследить, чтобы кости наши подвздошные были ровно. Мы с вами равняемся и начинаем раскачивать справа-влево. Здесь мы следим и ищем ощущения в правой ягодице, в правом заднем бедре. Кладем руки на локти и продолжаем раскачиваться. Как только вы нашли, где у вас происходит вытяжение. Вытяжение здесь происходит от седалищного нерва. И оставьте эти ощущения и протяните их еще больше. Потянитесь руками вперед, а ногой задней, это левая, сейчас наша нога, потянитесь назад. И максимально растяните себя в две стороны. Но очень важно, чтобы ваши ягодицы вот так не поднимались. Старайтесь их посадить максимально вниз. Если с прямыми руками неудобно, то можно поставить ладонь на ладонь и лоб на ладонь. И здесь вы можете использовать секундомер и засекать время, на которое вы пролежите. Например, мы засекаем минимум одну минуту. Как только одна минута прошла, мы с вами поднимаемся наверх, на ладошки, сгибаем ногу к колени и берем рукой. Берем рукой и двигаем нашу пятку к ягодице. Если не получается, то просто можете ногу схватить либо за стопу, либо за штанину. Ищите, как вам удобно. Сильно мучиться здесь не нужно. И постойте, подвигайте ногу к себе от себя, если это возможно. Если невозможно, то вы просто фиксируете. А теперь мы поменяем ногу. Сделаем все то же самое. Схватим, если мы не хватаемся, то схватим за штанину. И постарим. Если мы хватаемся и все хорошо, мы начнем двигать пятку к ягодице. Если вы хотите усложнить это для вас сильно просто, попробуйте взять двумя руками. И ваша цель, опять же, чтобы все было симметрично. Чтобы кости таза смотрели вперед, чтобы плечи смотрели вперед. Соответственно, вперед смотрит грудная клетка. Отлично. Это упражнение мы закончили. И сейчас мы просто с вами меняем ногу. Но смена пойдет, опять же, через собаку мордой вниз. Встаем. Наши пятки выросли в коврик. Руками толкаем ковер вперед. Ягодицы в потолок. И сейчас делает шаг левая нога вперед. Шаг. А правый мы тянемся назад. Опять наше левое колено смотрит в диагональ. Мы за этим следим. Если у вас ягодицы оказались вот так наверху, ничего страшного. Это сегодня ваш максимум. С каждым разом он у вас будет меняться. И мы с вами двигаемся вправо-влево. Раскачиваемся. Ищем ощущение вытяжения по задней поверхности бедра левого. От середины ягодицы. Там, где у нас находится седалищный нерв. И встаем на локти. Продолжаем движение вправо-влево. Не забывайте, что заднюю ногу, эту правую, мы тянем максимально туда вниз. И сейчас останемся на середине. Оставили таз на середине. Вытягиваем руки и вытягиваем ногу. И помним, что мы здесь ложимся. Засекаем секундомер на одну минуту. Если руки неудобно прямыми, кладем ладонь на ладонь. И очень важно, чтобы наша голова тоже нашла для себя опору. Либо это в висок, либо это лоб. Отлично. Одна минута прошла. И вам здесь нужно постараться как можно лучше расслабиться. Чем больше вы будете расслабляться, тем больше у вас будет вытяжение. Супер. Продолжаем дальше. Встаем на ладони. Что мы здесь с вами делали? Брали ногу рукой. Сначала берем правую ногу правой рукой. И тянем пятку к ягодице. Если мы не можем взяться, то мы беремся за штанину и себя держим. Отлично. Затем мы меняем руку, меняем сторону. Хватаемся. Хорошо. И пробуем двигать. Если не получается, то также оставили ладонь на штанине. Затем, кому хочется усложнить, пробуем двумя руками схватиться. Отлично. Можно здесь, можно руки распрямить. Как вам удобно. Ищите ваше удобное положение. Ищите и следуйте. Мучиться здесь главное не нужно. Хорошо. Упражнение здесь мы закончили. И опять мы встаем к собаку мордой вниз, чтобы у нас поступила везде кровь. Потому что в суставах она может немного застояться. А собака мордой вниз у нас с вами будет упражнение как для отдыха, скажем так. Отлично. И сейчас опять делаем шаг правой ногой на голубя. И разворачиваемся лицом вперед. Здесь, в этом упражнении, в этом положении главное, чтобы наши бедра, наши ягодицы сидели обе. Чтобы вот ничего такого кривого не было. Нам максимально в каждом упражнении нужно себя выстроить симметрично. Здесь опять же себя ровняем по подвздошным костям. Правая и левая косточка на одной линии. Плечи на одной линии. Левый. Правый бок одинаковой длины. Если вам неудобно правой ноге, вы можете отставить ее чуть дальше. Если у вас опять появляется какой-то дискомфорт в правом суставе, распрыгните ногу. Но пока мы делаем с согнутой ногой, если у вас все хорошо. Мы вытягиваем правую руку максимально наверх. Всю правую сторону тянемся, тянемся наверх. Ягодицы обе сидят. И начинаем наклоняться влево. Влево. И пока мы рукой хвататься не будем, останемся на середине и подтянемся правыми ребрами в потолок. Попробуйте открыть ваши правые ребра как веер. Чтобы они все-все-все потянулись. И пространство между ребер у вас стало немного больше. Отлично. Теперь поднимаемся наверх. Это упражнение мы с вами повторим. Боковой наклон. Сначала вы вытягиваете, сидя, всю правую сторону. И начинаете наклоняться. Главное, чтобы ваша рука, которая сверху, это правая, она не закрывала ваше лицо. Чтобы ваша рука шла за голову. И вы даже можете немного развернуться. Отлично. Давайте с вами углубим это упражнение стопу левую на себя. Отлично. И начинаем опускаться глубже. Попробуем схватиться за носки, либо за щиколотку. Если вы не хватаетесь, то вы остаетесь на вашем максимуме и висим. Можно здесь делать покачивание. Можете пробовать дотянуться до стопы. Кто схватился, тот схватился и остается здесь. И мы с вами подышим, подышим ребрами. Глубокий вдох сделаем. И выдох. Глубокий вдох. Выдох. И начнем двигаться. Сейчас мы будем закручиваться носом в колено вниз, в пол. И округлим спину. Круглая горбатая спина. А теперь мы будем проворачивать нос в потолок. И выглядывать через подмышку. Что там происходит. И еще раз вперед. Нос вниз. И нос в потолок наверх. И сделайте так 10 раз. 10 раз двигаемся. Вниз, наверх. Отлично. И за 10 раз мы с вами останемся внизу. Ляжем на живот. Вот. Хорошо. И будем двигаться здесь. Наши руки с вами держатся за стопы. И мы сейчас с вами округлим спину. И вытянем ее наверх. И постарайтесь это движение делать через заднюю поверхность левой ноги. Еще раз. Круглая спина. Вдох. Прямая спина. Выдох. И вы как будто бы растете. И опять вспомните. Мы до этого с вами делали собаку морги вниз и вытягивались в треугольники. Здесь то же самое. Глубокий вдох. Круглая спина. И выдох. Прямая. И мы остались с вами в треугольнике. То есть пятка тянется вперед, ягодицы тянутся назад, а макушка тянется наверх. И попробуйте растянуть себя максимально во все углы треугольника. И сейчас мы максимально вытянули с вами спину, насколько это возможно сегодня. И найдите, где у вас находится линия пояса у штанов, либо где находится пупок. И сейчас этой частью нам нужно опуститься на бедро на левое. То есть не вот с такой спиной. Мы вытянулись в треугольники. Нашли пупок, нашли живот. И начинаем через вытяжение укладываться. Плавно опускаемся вниз. Хорошо. Если это не получается, то это у вас будет микродвижение. Но главное, чтобы вы понимали, чем это делать. Чтобы вы двигались. Чтобы вы двигались симметрично, ровно, с прямой спиной. Чтобы вы не разрабатывали свой горб, а вытягивали заднюю поверхность. Сейчас левой ноги. Да, у вас будет работать спина, но она будет работать так, чтобы она удержалась и не сгорбилась. Это мышцы-стабилизаторы. Отлично. И сейчас мы можем с вами оставить правую руку на ноге. Левую руку взять за спину. И давайте попробуем положить наше правое ухо на колено. То есть отвернуться. Если вы хорошо ложитесь, то мы легли и считаем там до 10, до 20. Кому сколько удобно, кто сколько выдержит там внизу. Можете считать и до 50, и до 100. Но главное, не забывайте дышать. Мы с вами наклоняемся. У кого лечь не получается, вы опять же находите свой максимум. Вы вытянулись, отвернулись, легли. И посчитали до 10. Отлично. Поднимаемся. И меняем сами стороны. Теперь сгибается левая нога, правая нога прямая. Мы с вами сели на две ягодицы. Левая сторона вытягивается вся. Потянитесь прям за рукой максимально. Но это не значит, что нужно делать вот так. Оставьте пространство, пожалуйста, между ухом и плечом. И вытянитесь ребрами, боком и ладонью. Хорошо. И сейчас начнем с вами наклоняться вправо, к правой ноге. И помните, да, что вы не зажимаете шею. Здесь грудную клетку вы оставляете все открытую. И сейчас вспомним про ребра. Ребрами тянемся в потолок. Помните, как мы с вами ребра открывали как веер? Вот сейчас этот веер открывается, а рука вытягивается. Рука тоже в натяжении находится у нас. И сейчас мы сокращаем к себе стопу и пробуем схватиться рукой. Хватаемся рукой. Кто схватился, схватился. Кто не схватился, висит на своем максимуме. Ваша вторая рука может вам помочь. Вы можете схватиться за левое колено и прокрутить себя немного. Либо рукой попробовать дотянуться вперед. Где вам удобно, там ее и держите. И сейчас вы начнете прокручиваться. Вперед спрятали нос. И открыли ребрами себя наверх. Посмотрели носом в потолок. Выглянули из-за руки. И обратно вперед, вдох. И выдох. Двигаемся, вдох. Круглая спина. Выдох. Нижняя рука, локоть вам тоже помогает. Вы себя немного проталкиваете. И вниз вдох. И наверх выдох. Отлично. Наклоняемся вниз. Вперед разворачиваемся к правой ноге. К правой ноге у вас разворачивается только туловище. А наш таз остается прямо. Две подвошенные кости смотрят вперед. Только плечи разворачиваются к правой ноге. И мы с вами вспоминаем опять про наш треугольник. Патаемся за горень, за пальцы, куда вам удобно. Опять нашли треугольник. Вы тянулись пятка. Тянется вперед. Правая ягодица ваша тянется назад. Грудины потянулись наверх. И вы себя распределили в треугольнике. Отлично. И теперь мы с вами нашли линию пояса у штанов. Либо где пупок находится, живот. И мы хотим это место уложить на переднюю поверхность бедра правой ноги. И сейчас вытяжение. Мы начинаем с вами наклоняться вниз и наверх. Наклоняемся еще вниз и наверх. Помните, что про пятку. Пятка ваша тянется вперед. И вниз и наверх. Дальше схватимся левой рукой за стопу, либо за щиколотку. Правой за спину. Левое ухо кладем на колено. И здесь помним, считаем с вами до 10, до 20, до 50, до 100. Кто сколько хочет. И не забывайте здесь расслабляться. В упражнениях на растяжку мы не должны с вами мучиться и терпеть какие-то адские острые боли. Нет, такого происходить не должно. Уйдите на свой максимум, где вам удобно и комфортно. И проработаем там. Мы полежали, с вами досчитали до 10-20, кому сколько хочется. И плавно поднимаемся наверх. Разворачиваемся дальше. Садимся на две ягодицы. Пока ноги вместе сели, проверили, не хочется ли нам отклониться назад. Насколько ровная ваша спина сегодня. И сейчас мы сделаем ноги на ширине ковра. Чтобы нам было удобнее сидеть, нам нужно положить наш таз, посадить наш таз на седалищные кости. Чтобы нам было понятно, где они находятся, нам нужно прям руками поднять одну ягодицу, поднять вторую ягодицу. И вы сядете на седалищные кости. Если вас автоматически клонит назад, ничего страшного. Вы схватитесь за колени и максимально подтяните себя вперед, насколько это возможно. Мы делаем на нашем максимуме. Я буду делать на своем. Мы вытянули спину наверх. Представьте, что сзади спины у вас стена, вдоль которой вы сидите. Стена не может быть вот такой. Стена ровная. И опять получился треугольник. Пятками тянемся вперед, ягодицами назад, макушкой наверх. Супер. И сейчас берем с вами два пистолетика. Вставляем два пальца между первым и вторым пальцами ног. Зажимаем и фиксируем все большим. И теперь опять наш треугольник. Мы с вами растянулись. Повторять уже не буду. Вы у меня запомнили. Пятки тянутся вперед, ягодицы назад. Последний раз повторяю. И макушка наверх. Супер. И опять надейте, пожалуйста, ваш живот. Подтяните его, чтобы он у нас не проваливался. И мы растягиваем себя в две стороны. И сейчас поработаем с вами с нашей осанкой и спиной. Давайте спину округлим и протянем ее наверх. Еще раз вдох. Круглая спина и выдох. Утягивайтесь наверх. Руки не просто так у нас здесь зафиксированы. Вдох. И наверх вы себя руками притягиваете. Зафиксируйтесь здесь и начните руки сгибать в локтях. Вниз, наверх. Вниз, наверх. Подвигайтесь здесь. Отлично. У кого какая амплитуда будет, вы можете, если вы не хватаетесь за пальцы ног, можете схватиться за щи, колотки, за колени. Найти любую другую опору для рук. Но она нам обязательно нужна. Отлично. Мы подвигались с вами, удлинили максимально нашу спину. Мышцы вдоль позвоночника поработали. Теперь давайте их расслабим и поработаем на артикуляцию позвоночника. Сядем ровно, насколько это возможно. И сейчас начнем с вами раскатывать нашу спину, как рулетку. И первое движение, когда мы опускаемся вниз, будет делать таз. Лобковую кость подкручиваем к носу. И плавно-плавно выкладываем каждый позвонок за позвонком вниз. Внизу сделаем вдох. С выдохом будем подниматься. Кибок головой. И здесь без рывков. Мы теперь с круглой спиной все делаем. Поднимаемся наверх. И в конце вытянулись ровно. Еще раз вдох. С выдохом вниз. Легли, потянулись. Вдох. И с выдохом наверх. Вперед, круглая спина. Еще сделаем сами два раза. Плавно опускаемся назад. Позвонок за позвонком нужно выложить и пересчитать, сколько вы насчитаете у вас позвонков. Как они выкладываются. Возможно, ваша поясница, либо грудной отдел выкладываются плашмя. С этим тоже можно работать и нужно. И представьте, когда вы выкладываетесь, что кто-то вас держит за руки и не дает вам речь. А когда вы поднимаетесь, кто-то вас тянет за руки, вы сопротивляетесь и надуваете еще больше спин. Отлично. Сейчас мы с вами кладем правую ногу, завязываем вот так вот накрест. И проследим здесь, чтобы между ногами никакой дырки здесь не было, чтобы все четко было зажато. Но следим за тем, чтобы кости подвздошные были прямо и от кости шла нога ровно прямо. Не в диагональ, не сюда, а шла четко вперед. И сейчас здесь нам нужно с вами просто привыкнуть к ощущениям, проработать нашу нервную систему. Потому что в растяжке она активно участвует. И мы здесь ее прорабатываем. Мы с вами ложимся вперед. Хватаемся либо за щиколотку, либо за стопы. Либо ставим кулак на кулак здесь, либо кулак на ладонь, либо ладонь на ладонь. И здесь наша с вами цель просто полежать, просто отдохнуть. Но обязательно нужно нагрузить нашу верхнюю ногу. Либо на нее лечь, либо чем-то надавить. И вообще конечная цель здесь поцеловать колено, которое внизу. Нижнее, да, это возможно, если мы немножечко скрутимся. Вот у меня это получилось. Надеюсь, получится в скором времени и у вас. Здесь также можно засекать время. И с каждым повторением изо дня в день время это увеличивать. И ваша нервная система уже так реагировать с каждым разом не будет. Вам будет становиться легче. Давайте поменяем сами ногу. Помним, дырок никаких нет. Завязались бедра ровно. От бедра по прямой линии идет нога. Вытянулись, сидим на седалищных костях. Потянулись, легли вперед. Либо руки здесь, либо на пальцах, либо кулак на кулаке, ладонь, ладонь. Здесь нужно также полежать, расслабиться, включить секундомер. У вас ноги две разные стороны могут отличаться. Не пугайтесь, это все нормально, потому что нет симметричных людей. Но главное, чтобы отслеживали, чтобы у вас не было никаких острых, резких болей. Ноги поставим чуть шире, чем ширина ковра на пятки. Опять достанем ягодицы, чтобы мы сидели с вами на седалищных костях. И подвигаем тазом. Давайте опять округлим спину. Круглая спина, прямая спина. И еще круглая спина назад, прямая вперед. Круглая назад, прямая вперед. Попробуйте постепенно вытягивать ноги, но движение продолжать. В итоге у нас должно это с вами получиться с прямыми ногами. Назад, вперед. А потом в итоге, в самом конце, мы с вами максимально ноги разведем. И опустимся вперед. Вот это наша цель с вами, как правильно положиться в складочку. Это будет изюминка сегодняшнего нашего урока. То есть, для того, чтобы вам лечь в складочку, вы должны себе принять образ. Представьте, горшок и цветок. Когда горшок упадет, упадет и цветок. В данном случае у нас горшок это таз, а цветок это наш позвоночник. Поэтому, если мы развернем таз, то и позвоночник наш прекрасно ляжет. Конечно, будут ощущения во внутренней поверхности бедра. У кого-то будут ощущения в подколеках. Если ощущения только в подколеках, вам прям мацки неприятно, больно, не стесняйтесь, подсогните их. Немного изолируйте. И начните двигаться, прорабатывать пока внутреннюю поверхность бедра, раскачиваясь назад, вперед. Назад, вперед. Живот, опускаясь потихоньку руками, проходя дальше, дальше. И постепенно вы начнете опускаться. С каждым разом немного увеличиваете. Если вы ложитесь, то вам нужно лечь и лежать. Вы лежите, но если у вас грудная клетка лежит, а живот нет, это не считается. Нам нужно лечь полностью, 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 с животом, грудной клеткой. А еще лучше, живот лежит, а грудная клетка наверху. Примерно вот так. Супер. Это мы с вами сделали, проработали. Возвращаемся дальше. Сейчас поработаем над спиной и над нашими руками. Красивая осанка нам никогда не помешает. Мы с вами ставим руки назад, ягодицами проходим вперед. И сейчас плечи завернули вперед, начинаем тянуться локтями, как будто бы вас кто-то тянет за локти, и вы в это время хотите положить спину на коврик. Дальше. Толкайтесь руками, прокручивайте плечи и грудной клеткой тянемся наверх. И еще раз. Теперь по очереди. Это внимательно. Плечи вперед, круглая спина, дальше локти. Дальше тоже очередность есть. Вытягиваем руки, затем плечи и грудная клетка. И еще плечи, спина, локти. Руки, плечи, грудная клетка. Плечи, спина, локти. Раз, два, три, четыре. Отлично. Затем вытянули руки, вытянули ноги. И плечи прокрутили вперед. И ягодицами идем на максимум. На максимум, на максимум. В основном у людей, которые сутулиться, очень многим не дает выпрямиться. Это именно плечевой сустав, потому что он завернут вперед. Поэтому мы обязательно, работая с осанкой, мы работаем со всем телом. Потому что все тело у нас с вами связано. И я вам это рассказываю на каждом уроке. И здесь вы стоите, привыкаете к этим ощущениям. Сколько можете, столько просидите. Главное, следите за тем, чтобы ощущения у вас были не в локтях, а в плечах. Если все-таки основные ощущения спускаются в локти, руки двигайте либо к центру, либо шире. Ставьте их шире. И очень важный момент. Вы так посидели. В какой-то момент вам стало легче. Опускаетесь еще дальше. Да, очень страшно, конечно, выглядит. Ну, правильно. Супер. Посидели. Локти согнули. И покрутите. Дайте рукам отдохнуть. Дайте рукам отдохнуть. Отлично. И сейчас мы с вами заканчиваем наш урок руками. Покрутите плечами назад. Грудной клетки вашей должно стать свободнее. Вашим тазобедренным суставам должно стать легче. Левый, правый бок потянулись. Вся спина у нас с вами проработана. Опустите ухо вправо. Опустите ухо влево. Поверните нос вправо. Нос влево. Поднимите руку правую наверх. И поставьте на зону между лопаток. Протяните локоть. Схватите сзади в замке. Потяните локоть назад. Потяните левый локоть назад. Давайте к вам развернуть сбоку. Получилось вот так. И дальше попробуйте отпустить руки от спины. Максимально, максимально пробуйте их вытянуть. Возможно, это получится на 2 миллиметра. Возможно, руки не отклеятся совсем. Но посыл будет. Мышцы, которые нужны, поработать. Поменяем сторону. Раз. Протянули. Два. Замок. Три. Локоть. Отвели. Локоть. Отвели. И дальше. Ладонь. Отводим ладони. Развернулись на центр. Поотрясли руками. Поотрясли. И на этом мы с вами закончим. Берегите себя. Будьте здоровы. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова